Абуль Аббас Ибн Таймия сказал, кто делает ангелов и пророков посредниками, взывает к ним, уповает на них, просит у них принести пользу или отвести вред, как, например, просящий у них о прощении грехов, наставление сердец на прямой путь, отведение бед, избавление от нужд и лишений, тот является кафиром по единогласному мнению. Также Ибн Таймия, да помилует его Аллах, сказал, ни от кого из пророков не приводится, чтобы они повелевали взывать к ангелам, просить заступничества через них, взывать к умершим из числа пророков и праведников и просить заступничества посредством них, не говоря уже о взывании к их изваяниям и просьбе заступничества посредством них, ведь поистине это из основ Ширка, от которого предостерегали посланники. И он, да помилует его Аллах, также сказал, взывание к ангелам и просьба у них чего-либо, это предавание Аллаху сотоварища, Ширк. Также Ибн Таймия, да помилует его Аллах, сказал, Всевышний Аллах сказал, скажи, взывайте к тем, кого вы считаете богами наряду с ним, они не властны отвратить от вас беду или перенести ее на другого. Те, к кому они взывают с мольбой, сами ищут близости к своему Господу, пытаясь опередить других. Они надеются на его милость и срашаться мучения от него. Воистину, мучение от твоего Господа надлежит остерегаться. Группа из числа салифов сказала, были народы, которые взывали к ангелам и пророкам, и тогда Всевышний Аллах сказал, те, к кому вы взываете, мои рабы, подобно тому, как вы являетесь моими рабами. Они надеются на мою милость, подобно тому, как вы надеетесь на мою милость. Они страшатся моего наказания, подобно тому, как вы страшитесь моего наказания. Они приближаются ко мне посредством благих деяний, подобно тому, как вы приближаетесь ко мне. Так Всевышний запретил взывание к ангелам и пророкам. И это при том, что он сообщил нам, что ангелы делают за нас дуа и просят о прощении за нас. Также Ибн Тимея да помилует его Аллах сказал, «И каждый, кого Аллах сделал имамом, призывает к поклонению единому Аллаху, у которого нет сотоварища, и предостерегает от взывания к кому-то помимо него, будь это дуа, айбада или дуа у мес'аля». Они предостерегают от взывания к ангелам и пророкам, не говоря уже о тех, кто ниже по статусу, чем они. И с этим Аллах отправил всех посланников и ниспослал все священные книги. Это и есть религия ислам, кроме которой Аллах не принимает иной религии ни от кого.